Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных событиях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Огонь, вода и медные трубы учения МЧС продолжаются. На стражи жизни и здоровья в центр переливания крови пришли сотрудники Росгвардии. Отдых и парад. Что ждет рязанцев в майские праздники? На майские праздники в Рязани пройдет более 200 общегородских мероприятий. Что ждет рязанцев в эти дни? Смотрите в нашем следующем сюжете. В этом году город ждут как традиционные, так и совершенно новые мероприятия. Например, до 1 мая власти города пообещали запустить все фонтаны. А движение транспорта 1 мая будет закрыто с 9 утра до 11.30 на проезжей части Соборной улицы от улицы Ленина до Соборной площади, а также проезжей части Соборной площади. При поддержке регионального правительства в этом году в городе впервые пройдет марафон флагов городов-героев. 1 мая в 9 часов утра состоится традиционное шествие, посвященное празднику весны и труда. Более 20 тысяч рязанцев пройдут от площади Победы до Соборной. Спустя час там состоится концерт творческих коллективов города. 2 мая в 16 часов улица Почтовая станет стилизованной площадкой с тематическими зонами «Мир», «Труд», «Май». Будут установлены арт-объекты, размечены выставки военной и раритетной техники, находки поисковых экспедиций. На городском празднике рязанцы смогут поучаствовать в акции Риорита, дворовых играх, а также в мастер-классах по изготовлению фронтовых писем, показе мод и потанцевать под духовой оркестр. О другом всероссийском празднике, одном из самых важных для страны, 9 мая, рассказали представители правительства и общественных организаций. В 2018 году празднуется 73-я годовщина Великой Победы. В этот день Рязанская область в шестой раз примет участие во всероссийском шествии «Бессмертный полк». В прошлом году по улицам города прошло 30 тысяч человек. Со своей стороны Министерство образования оказывает содействие в наборе и обучении волонтеров в их экипировке. Мы говорим сейчас о тех волонтерах, которые будут сопровождать «Бессмертный полк» и помогать организовывать колонну, а также участвовать в информационном сопровождении этого движения. Условие акции не изменилось. Чтобы принять участие, нужно найти и распечатать фото вашего героя и 9 мая прийти на остановку улицы Вокзальная. По традиции, акция начнется сразу же после военного парада. 9 мая будет проходить также большой праздник в Кремлевском парке, то есть на площади Соборной, дальше в парке перед Кремлем. Также он посвящен победе в Великой Отечественной войне и предусматривает организацию целого ряда интерактивных площадок. В Парке Победа фризанцев ждет концертная программа, двойноисторическая реконструкция, а любой желающий сможет станцевать вальс Победы с участниками молодежного движения «Губернский бал». Приглашайте своих знакомых, потому что, ну действительно, День Победы – это главный праздник в нашей стране, праздник, связующий поколения разные. И именно этот праздник, как никакое другое, наверное, мероприятие формирует чувство патриотизма и единения. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». Рязанский государственный медицинский университет имени Ивана Петровича Павлова стал центром студенческой научно-образовательной конференции. В стенах вуза собрались представители медицинских и фармацевтических учебных заведений более чем из 20 городов России. Продолжит Мария Рудая. Вся российская конференция «Актуальные вопросы студенческой медицинской науки и образования» проводится уже в четвертый раз. Вопросы, которые поднимаются во время пленарного заседания на секциях, самые разные. Детские болезни, заболевания кожи, профилактическая медицина, стоматология. Это далеко не весь список тем. Одно выступление вызвало большое внимание у студентов. Главный врач футбольного клуба «Арсенал» и «Стулы» рассказал о спортивной медицине и травмах в футболе. По статистике повреждений, футбол, хотя, казалось бы, бокс, другие виды спорта, борьба, это самый травматичный вид спорта. По риску травматизма и по частоте травматизма футбол на первом месте. Бортсмены, к сожалению, футболисты, у них полностью открыты ноги, руки, соответственно, голова и травмы бывают достаточно тяжелые, и столкновения тоже бывают достаточно серьезные, поэтому травматизм высок. Выступление Александра Резепова стало интересно не только студентам, но и педагогам. Участники конференции засыпали его самыми разными вопросами, начиная от состояния спортивной медицины в России и за рубежом, заканчивая тем, какие средства используются для реабилитации спортсменов. Ольга Пивень приехала из Крыма. В будущем девушка планирует стать врачом-анестезиологом-реаниматологом. Она, признается, пошла по стопам мамы, которая тоже медицинский работник. Ольга признается, ей очень понравилась Рязань. А на конференции она получила много новых знаний, которые пригодятся в дальнейшей практике. Для себя очень много подчеркнула, что спортивная медицина сейчас активно развивается. И что бы там ни говорили, что, к сожалению, российская сборная в плане медицинского сопровождения не так активно развивается и эспансируется, как, допустим, зарубежные какие-то. Но все-таки до нас донесли, что это не так, что для нас тоже оказывается медицинская помощь. И какие-то новые тенденции внедряются, тот же тейпинг. После лекции началась практическая часть – мастер-класс по накладыванию тейпа. Это, на первый взгляд, обычный цветной пластырь или эластичный бинт. На деле же это уникальная технология, которая помогает уменьшить боль, нормализует давление и обладает дренажным эффектом. Под тейпом улучшается микроциркуляция, нормализуется функция мышц и сустав, на которые нанесен тейп. Таким образом, человек спортивный, травмированный или обычный гражданский человек восстанавливается быстрее. При этом тейп абсолютно не мешает движению. Человек может совершать обычную жизнедеятельность, используя этот тейп. По своему составу тейп схож с человеческой кожей. Он не содержит тадушек и красителей, чтобы не вызывать аллергию. А самое главное – тянется и сокращается. Пока эта технология используется в медицине только сторонниками инноваций. В нашей стране тейпирование имеет недостаточную доказательную базу. Зато у нынешних студентов есть уникальная возможность начать ряд исследований на эту тему и внедрить этот метод восстановительных процедур. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это не работа, а служение. Рязанская ассоциация медицинских сестер отметила свое 20-летие. За эти годы изменились требования к медицинскому персоналу, технике и даже сами люди, с которыми приходится работать. Свой праздник лучшие медицинские сестры собрались в стенах областной клинической больницы и наметили планы на будущее. Подробности далее. Сильные духом, отзывчивые и верные своему делу. Без этих качеств работать медсестрой просто невозможно. Александра Королева в профессии более 8 лет. Она работает медсестрой-анестезистом перинатального центра и, как правило, спасает сразу две жизни – матери и ребенка. В этом деле важна молниеносная реакция и каждая секунда. Александра уверена, в ее деле мелочей не бывает – это командная работа всего медицинского персонала. За годы, проведенные в реанимации, она ни разу не пожалела о выборе жизненного пути. Мне кажется, это должно быть призвание. Я так думаю, что мой выбор я сделала не ошибочно, потому что я получаю массу удовольствия, а человек должен просто получать столько удовольствия на работе. И только тогда. То есть я не только, можно сказать, работаю, но я живу в этом. В конференц-зале областной клинической больницы собрались лучшие из лучших. В свой праздник члены Ассоциации медицинских сестер решают важные задачи, в том числе и то, как поддержать молодых специалистов. По мнению главной медсестры перинатального центра Елены Алешиной, современный представитель профессии должен уметь все и быть немного врачом. Интеллигент, интеллектуал, имеющий высокий уровень образования и обширные знания во всех направлениях, не только в медицине, но и психолог, в первую очередь. Это человек, обладающий высокими моральными качествами, потому что нынешних пациентов выдержать очень сложно. Современная медсестра действительно универсальный специалист. Они не только людям помогают хорошо, но и поют. Мария Рудаем, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Представители Росгвардии приняли участие в добровольной сдаче крови. В пункт переливания приехали 20 человек. Там побывала и наша съемочная группа. Капля крови может спасти человеческую жизнь. Донорская кровь нужна постоянно. Младший инспектор ОМОН Ольга Федорова знает об этом не понаслышке. Она частый гость в центре переливания. Иголки и шприцы ей не страшны. Все меркнет, когда встает вопрос о чьей-то жизни. Один раз в жизни пришлось столкнуться в ситуации необходимости донорской крови родственнику. Ну, я как бы окунулась в это, узнала об этой проблеме. Стало понятно, что кровь из крана не течет. И заменить ее, я так понимаю, сейчас уже нечем, кроме как человеческой крови. То есть мы можем помочь только друг другу. В человеческом организме около пяти литров крови. Во время забора берут 400 миллилитров. Перед процедурой не рекомендуется курить, накануне не следует употреблять алкоголь. А непосредственно утром медицинский персонал берет анализы на инфекции. Хотя те, кто постоянно делятся своей кровью с другими, и так знают об этом. Сотрудники военнослужащие войск национальной гвардии не остались безучастны к этой акции и приняли активное участие в сдаче крови в связи с тем, что в нашей стране происходит трагические события, к сожалению. И нуждаются в данной помощи граждане, которые попали в тяжелую ситуацию. Акция по забору крови проходит ежегодно. На этот раз в ней приняли участие 20 сотрудников Росгвардии. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Учения МЧС продолжаются. Оно и понятно, надо всегда быть готовым к отражению стихии. Ведь, как говорится в старой поговорке, тяжело в учении, легко в бою. 26 апреля в рабочем поселке Петели на Рязанской области прошло выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Вначале сотрудники провели практические мероприятия. Участникам заседания были представлены силы и средства Петелинского района. Продемонстрирована организация пляжа. Следом началась тренировка по ликвидации пала сухой травы. Ситуация по замыслу учений грозила перерасти в настоящую стихию. И огонь мог добраться до населенного пункта. Комиссии была продемонстрирована работа надзорных органов по выявлению и задержанию виновника поджога. Работа конных добровольных патрулей. Опашка при ликвидации природного пожара. Применение беспилотной авиации. Немаловажный пункт – это оборудование частных домовладений первичными средствами пожаротушения. Участникам заседания показали применение на практике средств тушения добровольными пожарными с помощью специального прицепа. Учения прошли под руководством заместителя председателя правительства Рязанской области Сергея Филимонова. К новостям недели. 26 апреля 2018 года прошло заседание Рязанской городской думы. На нем было рассмотрено больше 20 вопросов, самые важные из которых касались именно изменения правил землепользования и застройки. Подробности далее. Изменения правил землепользования и застройки связаны со строительством именно социально важных объектов. Ранее в Рязани осуществлялась точечная застройка. Против нее выступало много городских активистов. Минус в том, что при таком строительстве социально важные и значимые объекты находятся вдали от людей. Сейчас власти города решили исправить сложившуюся ситуацию. Например, в Кольном изменятся границы территориальных зон, таких как городские парки, скверы и бульвары, а также зоны общественно-жилой застройки. На территории Кольного, это территория, на территории, как я уже неоднократно говорил, будет построен детский сад, потому что мы с вами все видим тот мощный развивающийся кластер в данном районе. Конечно, социальные объекты там необходимы. Сейчас планируется увеличение как парковочных зон, так и преобладание комплексной застройки города надточечной. Так, в районе Дашково-Песочня предполагается создание новых микрорайонов. Изменения в правилах землепользования и застройки корректируют границы нескольких зон. Здесь предусмотрено комплексное освоение территории с сохранением объектов озеленения, развитием социальной инфраструктуры и благоустройством. Когда объект, правило, проект планировки территории изготавливается с учетом всех архитектурных норм, у жильцов не возникает проблем ни с парковочным пространством, ни с игровыми зонами, ни с спортивными зонами, ни с зонами озеленения, парками и прогулочными дорожками. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы город шел к комплексной застройке. На заседании говорили еще об одной территории. На 5 июня назначены публичные слушания по вопросу изменения в генплан. Это дом номер 48 на улице Высоковольтной. Там планируется провести реконструкцию здания для создания комплекса учебных, выставочных и офисных площадей для обеспечения деятельности по демонстрации медицинских приборов, обучению, работы с ними. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Паводок пошел на спад, оставив после себя на берегу достаточно много мусора. Об этом стало известно после рейда, который организовала природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором, транспортной прокуратурой и МЧС. Мы тоже побывали в зоне подтопления и своими глазами увидели, к чему может привести человеческая несознательность. Катер на воздушной подушке в этот раз спешит на спасение природного ландшафта. Цель определена – выявить нарушение природоохранного законодательства. Такие проверки проводятся именно во время разлива, так как задача – охватить как можно больше территории. Совместно с природоохранной прокуратурой мы посетили Трубиш, село Заокское и Барковской задон. Мусора обнаружено на берегах очень много. В основном это бытовые отходы. Банки, бутылки, пакеты. В общем, картина такая же, как и в лесах, писал один художник по имени Человек. Первое нарушение было выявлено сразу при подъезде к речному порту. На берегу реки Трубиш обнаружены три мусорных бака. Там их быть никак не должно. Мусор чего? Где? Сейчас мы собираем. Машина пока не подойдет, не проедет нельзя. Ну, хотя бы убрать мусор. Да, уберем. Сейчас дам команду, сейчас уберем. Надо быстро сделать. Хорошо. Прямо сейчас в течение 10 минут будет сделано. Справедливости ради стоит отметить – речники слово держат, сказал – сделал. Не успели мы отплыть от берега, мусор действительно начали убирать. Наше дальнейшее путешествие по главной речной артерии региона Оке не сулило ничего хорошего. Особенно поразила несанкционированная свалка в селе Заокское. Если мусор на берегу специалисты называют самоочищением реки, которая во время схода паводка оставляет его на суше, то сюда явно привозили отходы не раз. И это далеко не все нарушения, выявленные в ходе рейда. Нами была обследована береговая полоса на территории города Рязани. Обнаружены массовые скопления отходов на правой стороне, на правом берегу реки Трубиш. Также были обнаружены отходы в районе шпалопропеточного завода. И обнаружены незаконные захоронения отходов строительных и твердокоммунальных в районе брошенных ферм в селах Заокское. Сейчас главная задача выяснить, кому принадлежат данные земельные участки. После чего к владельцам или пользователям будут применены меры прокурорского реагирования. Отходы обязательно уберут. Несмотря на сильную загрязненность берегов радует одно. Во время путешествия по Оке нам на глаза попадались катера, баржи и буксиры. Но пятен от горюче-смазочных материалов или масла обнаружено не было. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Внешняя политика – вещь сложная и неоднозначная. Войны столкновения последних лет показывают. Специфика боя сильно изменилась. Очень важно научить солдата делать быстрый и точный выстрел. Практическая стрельба развивает данные качества. На полигоне «Сельце» прошли первые в России соревнования по этому виду спорта среди десантных училищ страны за кубок главнокомандующего ВДВ. Подробности в нашем следующем сюжете. 10 команд со всех дивизий ВДВ. Здесь, на полигоне «Сельце», их называют «сквадами», то есть отрядами. Каждому «скваду» на соревнованиях по практической стрельбе нужно пройти 12 упражнений, по 6 в день. Солдатам предстоит стрелять из пистолета «Макарова», «Ерыгина» и автомата «Калашникова-74М». На каждом упражнении есть несколько мишеней. Цель – попасть минимум два раза в каждую. Сама мишень разделена на три сектора. Центр – буква «А», участок ближе к краю – «С» и сам край – «Д». На профессиональном жаргоне они звучат как «Альфа», «Чарль» и «Дельта». Лучший результат – это «Дабл-Альфа», то есть два выстрела в центр. Засчитываются и общие попадания, и время прохождения упражнения. Притом только в малой части из них солдаты стоят на месте. Обычно они перемещаются по выделенной зоне. Это одно из главных отличий соревнований по практической стрельбе от обычных стрельб в армии. Данные условия этих упражнений не заставляют человека нестандартно мыслить. Упражнения для всех одинаковые, условия для всех одинаковые. Каждый стрелок, попадая на упражнение, он оценивает само упражнение, оценивает мишенную обстановку и уже самостоятельно принимает решение о том, как он будет его выполнять. На изучение упражнения дается от трех до пяти минут. За это время нужно придумать тактику и опробовать движение. Более опытные бойцы порой придумывают такое, что удивляет как их коллег, так и судейский состав. Каждый сквад, то есть отряд, состоит из курсантов одной дивизии ВДВ из всей России. Рязанское десантное училище представляют всего две команды. По результатам промежуточных итогов наши ребята показывают хорошие результаты. Курсанты Рязанского десантного командного училища и офицеры, которые представляют здесь две команды, на данный момент показывают хорошие результаты. В принципе, пока что результатов еще неизвестно. Но если оценивать так по упражнениям, в принципе, я думаю, они сейчас находятся на лидирующих позициях. Отряд Рязанского десантного училища, посоветовавшись, решает разработать свою тактику. Они убирают одну из пробежек до мишени и стреляют, сильно наклонив корпус. Это позволяет сэкономить несколько секунд драгоценного времени. Виктор – представитель команды. Ему всего 22 года. Участвовал в Кубке России Калашникова и Макарова. Почти во всех командных зачетах он занимал призовые места. Сегодня цель – стать одним из лучших. В целом соревнования проходят на достаточно высоком уровне. Наша команда работает все примерно тоже на одном уровне. Результаты показывают. Ожидаемые результаты достаточно высокие. Но, как и любой стрелок, считаю, что можно было лучше. Надо больше тренироваться и все будет. Вторая команда, которая представляет Рязанское десантное училище – женская. Притом другой такой в соревнованиях больше нет. Сейчас Анастасия Терешина внимательно изучает упражнения. На это выделено всего три минуты. Девушке 21 год. Она учится на четвертом курсе. Говорит, что с детства привлекала военная романтика. Правда, маме это увлечение не нравилось. Теперь родители всячески поддерживают девушку. Анастасия участвовала в соревнованиях по стрельбе за женскую сборную. И завоевала первое место. Сейчас она чемпион мира по стрельбе среди девушек. Забавно, что до обучения в Рязанском десантном училище девушка оружие в руках не держала. На соревнованиях по практической стрельбе Анастасия отнеслась к своим результатам с критикой. Для себя я, наверное, стрелялась не очень. Как-то, не знаю, наверное, волнение взяло свое. Но в следующий раз, надеюсь, все получится. А так пока результаты неизвестны. Результаты первых практических соревнований по стрельбе среди всех дивизий ВДВ станут известны в пятницу, 27 мая. На их основе будет собрана команда для участия во всероссийских соревнованиях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Пока одни ищут в лесах острые ощущения, другие отправляются спасать заблудившихся, невзирая на погоду и время суток. Подробности далее в сюжете. Помимо спасателей, на помощь к людям спешат волонтеры. Алексей Матвеичек занимается добровольчеством более 4 лет. Он вместе с единомышленниками выезжает к пострадавшим в любое время дня и ночи. За эти годы он накопил определенный опыт, как вести себя в случае дезориентации на местности. «Необходимо с собой взять компас, мобильный телефон. С собой обязательно нужно попить взять. Бутылочку воды обычную 0,5 либо литр. Обязательно нужно взять что-нибудь покушать. То есть можно какие-либо конфетки, потому что они питательные. Ну а перед тем, как идти в лес, обязательно нужно сообщить об этом родственникам. То есть примерно маршрут, куда пойдем, во сколько вернемся. Чтобы были те люди, которые смогли в случае чего забить тревогу». Незаменимыми помощниками в поисках людей являются братья наши меньшие – собаки. «Эту чудесную собаку зовут Медея в породе Ньюфаундленд. Эта девочка – настоящий герой. Она спасла не одного человека». Сейчас Медея три года, но она уже два раза привозила призовые места с всероссийских соревнований Службы спасения на воде из Ейска. В 2016 году она стала первой, в 2017 – второй. «Собак полностью занимается на воде. Ищет, смотрит. Даже если просто дети купаются, собака все внимание уделяет чисто в воде». Марина признается, иногда и ей хочется отдохнуть и провести время с семьей. Но в лесу есть те, кому нужна помощь. Женское сердце и мужской характер не дают расслабиться. Она говорит, что в поисково-спасательный отряд Лиза Аверт пришла благодаря своей любимице. «То внутреннее чувство, когда хочется помочь человеку, ты понимаешь, что он там один. Неважно, это лес, болото. То есть в болоте очень легко провалиться, вылезти уже практически невозможно без посторонней помощи». Медея срывается с места, как только видит воду. Она может ждать на берегу, но если только увидит опасность, сразу бежит спасать утопающего. Сезон для пикников в лесу и походов за грибами и ягодами открытые волонтеры предупреждают, что необходимо быть осторожнее. А самое главное помнить, что сейчас не обязательно ждать три дня, чтобы заявить в полицию о пропаже человека. Сотрудники обязаны отреагировать сразу, как поступит заявление. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Весна – такое время года, когда просыпается все живое, в том числе и водители. Те, кто ставит свою машину на зиму в гараж или на стоянку, в народе так и называют – подснежники. Следующий сюжет именно о них. Александр – типичный представитель водителей, которые садятся за руль весной и летом. Как только столбик термометра опускается ниже нуля, он ставит свою машину на стоянку. Молодой человек признается – скользкие, часто неубранные зимние дороги вызывают чувство тревоги. Зимой дороги резко сужены. Где-то припарковаться нормально особо не получается. То есть куда-то заедешь, потом вытаскивай. Проще уж на общественники доехать. По данным госавтоинспекции, весной машин на дорогах региона действительно становится больше. По мнению специалистов, долгий перерыв в деле вождения автомобиля может помешать сразу сориентироваться на трассе. Здесь каждому водителю важно помнить, что только постоянная практика поможет сделать вас более уверенным за рулем. В процессе движения водителю приходится выполнять огромное количество различных функций и действий. То есть читать знаки, смотреть на разметку, обращать внимание на окружающий автомобиль, обращать внимание на ситуацию, которая происходит на дороге. Конечно, правила дорожного движения необходимо соблюдать всем и всегда. Но особенно это важно для новичков. Еще одна важная деталь – автомобиль, который долго не эксплуатируется, а тем более стоит под снегом всю зиму, подвержен разного рода поломкам. Во время длительных стоянок у автомобиля начинают протекать процессы ржавения. Это, грубо говоря, покрытие ржавчиной кузова снизу. Все жидкости в автомобиле, достаточно много жидкостей в автомобиле, точнее, гигроскопичны. То есть накапливают влагу в себе. Такие, как тормозные жидкости, например. Да и просто в масле образуются конденсаты. Эксперты советуют – аккумуляторная батарея не должна полностью разряжаться. Поэтому, если вы хотите оставить свой автомобиль на долгую стоянку, лучше забрать аккумулятор с собой. А весной автомобиль не следует заводить и сразу отправляться в путь. Стоит проверить наличие и уровень всех жидкостей и заряд аккумуляторной батареи. Рекомендуется подольше постоять, прогревая мотор. Мария Руда, Алексей Нилов, Валерий Седов, телекомпания «Город». Георгийская ленточка состоит всего из двух цветов – оранжевого и черного. Она символизирует личную доблесть солдата, проявленную в бою. Именно поэтому она стала элементом Ордена Славы Трех Степеней, учрежденного в годы Великой Отечественной войны. Стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Церемония открытия состоялась на площади Победы. Это место стало напоминанием подвига советского народа. Здесь традиционно проводятся патриотические мероприятия, посвященные наследию одного из самых важных событий прошлого века – Великой Победе. Этот праздник чтим и уважаем, уважает вся наша страна. Этот мы праздник ждали 1418 дней и ночей. Мы за этот праздник отдали 27 миллионов жизней наших лучших людей нашей Родины. В наше время как никогда важно помнить тех, кто не пожалел своей жизни ради нашего мирного неба. Поэтому особенно важно, когда молодежь принимает участие в таких мероприятиях, благодаря тем самым своих героев. Я сейчас просто этим горю. Это уже моя жизнь, это часть моей жизни. И я думаю, что надо помнить историю, причем героическую историю нашего государства, потому что у нашей страны героическая история, в нашей стране проживают люди-герои. И так приятно сходить к ветерану и услышать о тех страшных событиях из первых уст. В регионе планируется раздать порядка 100 тысяч георгиевских ленточек. Со 2 по 8 мая их можно будет получить на площади Театральной, площади Победы, в сквере имени Александрова рядом с ТРЦ Европы, а также в скверах у Дворца молодежи и у памятника Георгию Победоносцу. Алексей Нилов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok